Древность и уникальность езидского народа и образцы езидской культуры из фондов Государственного музея Грузии. Езиды относятся к числу древнейших народов мира. Они являются исконными обитателями Ближнего Востока и исторически заселяли горные районы, начиная от Северной Месопотамии и заканчивая Южным Кавказом. Язык езидов – древнеписьменный. Исторически существовал езидский алфавит, которым были исполнены священные писания езидов. За все свое многовековое существование езиды принимали активное участие в политической жизни передней Азии и вписали немало знаменательных страниц в ее драматическую историю. При этом нужно учесть как езидов придерживающихся своей веры, так и езидов которые отошли от традиционной езидской религии, многие историки объединяют общим термином «курды». Поэтому когда мы читаем у таких историков о курдских детелях мы должны понимать, что речь идет прежде всего о езидах, хотя следует признать, что положение собственной езидов усугубилось после того, как часть народа постепенно принимает ислам. Эти обстоятельства обострили религиозный и этнический аспект, что на религиозной почве вылилось фактическое противостояние между курдами-мусульманами и приверженцами езидизма. Тем не менее, изначально езидские корни целого ряда выдающихся исторических деятелей неоспоримы. Таковы, по мнению ученых, имел султан Египта и Сирии Савахаддин, Саладин, Хиве, основатель династии Аюбидов. Также представители феодальной династии шеддадидов изначально были езидского происхождения. Основателем этой династии был знатный Мухаммад ибн Шеддед, род которого оставался у власти с 951 1199 гг. Шеддадиды правили важнейшими центрами Южного Кавказа, регионами Двиной Ганжи. Важно сказать о деятельности знаменитых езидов, которые перешли в православное крестанство, представители рода Мхаргрдзели. Братья Ивани и Закария Мхаргрдзели при дворе грузинских царей занимали высокие государственные должности. В 12 и 13 столетиях под эгидой Грузии они управляли значительной частью нынешней территории Республики Армении. Во второй половине 19 столетия века определенная часть езидов оказалась под властью России. Поселившиеся на Южном Кавказе езиды в основном занимались своим традиционным делом – скотоводством. Езиды в основном жили в Сурмалинском, Эчмядзинском и Александропольском уездах Эреванской губернии. В Грузии уже, с которой езиды были связаны многие столетия, достаточно вспомнить вышеупомянутых братьев Мхаргрдзели. Основная масса езидов переселилась в 1918 году, из Османской империи. Этнокультура езидов народа является разнообразной, что было вызвано долгими контактами с разными этническими общностями. Оригинальность этой культуры не могла оставаться незамеченной для руководства Кавказского музея, основанного в 1852 году, которые на начальном этапе своей работы задались целью собирания предметов материальной культуры народов Кавказа. Это был процесс, продолжавшийся столетие, который завершился значительными итогами, что, выразилось в собрании уникальных материалов, среди которых свое достойное место занимают езидские экспонаты. Коллекции этого музея стали основой коллекцией Государственного музея Грузии. В 1900 году в Кавказский музей был приглашен известный немецкий художник, исследователь костюмов Макс Тильке, который написал портреты людей в национальных костюмах, в том числе езидов и курдов-мусульман. Он представил езидов и курдов-мусульман как высшего сословия, так и представителей простого населения, одежда которых выделяется красочностью. Эти коллекции, отражены в прекрасно исполненных работах художника, всего 12 рисунков, из которых 9 портретного жанра. Один из рисунков обращает на себя большое внимание, на этом рисунке изображен типичный езид в богатом национальном костюме. Он представляет антропологический тип прекрасного телосложения среди пестрой мозаики этносов Кавказа, в характере которого заметна гордость и смелость. Втиснутый в широкий пояс кинжал придает ему самоуверенный вид. Украшенный вьющимся орнаментом его нарядный халат выделяется художественной красочностью. Из народов, населявших Ближний Восток, езиды отличаются непокорностью и воинственным духом. Очевидно, это и побудило армянского писателя-гуманиста Хачатура Абовяна назвать их рыцарями Востока. Несмотря на то, что часть езидов вела кочевой образ жизни, искусство производства боевого оружия было развито среди езидов и его ношение было обязательным не только во время войны, но и в мирное время. Оружие являлось неотъемлемой частью езидского национального костюма, и оно имело не только боевое, но и эстетическое назначение. В оружейном фонде этнографического отдела Государственного музея Грузии хранятся образцы курдского и езидского военного искусства, которые в данном каталоге представлены по регионам компактного проживания езидов и курдов-мусульман. К образцам езидского прикладного искусства относятся женские украшения и амулеты, хранящиеся в фонде восточных изделий, которые приобретены музеем в конце 20 и начало 21 ВК. В этих предметах выражены как образцы курдского ювелирного искусства, так и мотивы характерные для синкретических верований. Некогда Ближний Восток представлял собой культурную колыбель человечества. Здесь среди кочевых народов, занимающихся скотоводством, была заложена также основа производства ковров, к их числу относятся и езиды, которые создали оригинальные образцы ковров. В данный момент большинство хранящихся в Государственном музее Грузии ковры, в основном сотканы езидами с нынешней территорией Республики Армении. Езидским и курдским коврам характерна продолговатая форма, что продиктована специфика их жилья, шатром кочевников. Из них самые известные ковры, типа даст, которые состоят из нескольких частей. Они в основном используются для постилки на полу в шатре. В фонде музея хранятся образцы традиционных езидских ковров, келем, амяни, постилок, гардин, паласов, джеджем, шадда, верн, сумах, которые относятся к виду ковров без ворса. Они сотканы в стиле Келима, на вертикальной доске так называемой оконным образом, что придает им особенный эффект. Езиды, перешедшие на оседлое хозяйство вместе с большими постилками-дорожками, коли маленькие ковры, мир, для стен. Определенная часть езидов Грузии, которые эмигрировали из Турции, вела полукочевой образ жизни. Их основным жильем оставался традиционный шатер. Шатер и его детали, хранящиеся в музее Грузии, принадлежали именно этой части езидов. Особенно примечательна верхняя часть, свод шатра, который украшен разными цветными тканями способом аппликации. Шатер также состоит из деревянных подпорок, утепленного вылока и так далее. В лице этого шатра мы имеем дело с одним из лучших образцов жилища езидского народа.